Мы сегодня поговорим о том, как справляться с неудачами. Но неудачи людей бывают неудачи по разным поводам. Давайте возьмем сегодня для примера такую серьезную жизненную неудачу, как развод. Вот такой коротенький списочек самых таких простых, но главных вещей, о которых надо, наверное, знать. Наверное, больше половины аудитории, которая сейчас меня слушает, это уже пережила. Или в процессе, или это кого-то еще даже ожидает. Так что, слушайте. Первое – это осознать свою ответственность за случившееся. Кстати, не надо путать ответственность с чувством вины. Второе – осознать свои ошибки. Главные ошибки, как правило, две. Это ошибка в выборе супруга или супруги, или попытка решить свои проблемы за счет брака. Следующее так смешно выглядит, я это назвал «не козлить при разводе». Не ставить палки в колеса, не пытаться мстить, не пытаться выяснить отношения, не пытаться считать, что кто-то загубил вашу жизнь и так далее. И поэтому, кстати, ставить палки в колеса. Не вовлекать это туда же, в этот процесс детей. Не зацикливаться на ситуации и жить дальше. Не бояться отношений и последующего брака, да и вообще не бояться. И есть такая еще проблема. По шкале стрессов развод занимает второе место после смерти близкого человека, хотя не думаю, что все прям так переживают. Но даже если, мы об этом говорили, если для кого-то развод вообще избавление, все равно ему придется признать, попытка создать семью окончилась неудачей. Когда человек переживает, он их в состоянии анализировать. А он переживает, потому что развод не свадьба, процедура неприятная, последствия еще бывают более неприятные. И с холодной головой, ясным умом пытаться понять, что и почему произошло, и как из этого выходить, бывает сложно, потому что человек начинает переживать. А я уже много раз рассказывал, у нас только два полушария в голове. Если левое полушарие мозга у вас активировано, то правое не работает. А если правое, то, соответственно, левое не работает. А так как одно отвечает за эмоции, а другое за разум, то вместе они не функционируют. Это очень касается в основном женщин, которым сложно анализировать свою ситуацию, свою неудачу, чтобы как-то эту проблему разрешить, потому что женщина, так сказать, более эмоциональна и больше переживает. Вот на Малой из Тульской области сразу пишет, а развод это разве неудача? По-моему, очень даже наоборот. Алла, я понимаю вашу радость от развода, но вам придется все равно же признать, что у вас это не получилось. Вы же, когда выходили замуж, вы же не за тобой выходили, чтобы развестись, а чтобы жить семьей. И осознание того, что эта ситуация не получилась, ну, куда от нее денешься? Какая же тут не неудача? Конечно, неудача, как любое дело, которое вы пытаетесь делать, и ничего у вас из этого дела не получает. Чему, собственно, сильно радоваться? Хотя я понимаю, наверное, Аля, было трудно жить, наверное, она просто ждала этого развода, но когда она его дождалась, все, придется признать, что это не то, зачем мы выходили замуж. Итак, как я уже сказал, мы сегодня говорим о том, как справляться с неудачами, на примере такой серьезной неудачи в жизни человека, но, слава богу, не каждого человека, как развод. И, как я уже сказал, я по пунктам буду комментировать, что есть что, а если у вас есть вопросы или желание поделиться собственным опытом, то еще раз 3633659 или 9704545, код 985. Ну, поехали. Итак, осознать свою ответственность за случившееся и не путать ответственность с чувством вины. И здесь же, кстати, и второй пункт, осознать свои ошибки, как я уже сказал, главные из которых две. Это ошибка в выборе партнера и попытка браком решить свои проблемы. Поехали. Что такое осознать свою ответственность за случившееся? Ну, есть такие ситуации, при которых человек себя постоянно ощущает жертвой, с которым так поступили. Ну, представьте себе женщина, от которой муж ушел в другой. Ну, например. Что ей, собственно, осознавать, а какая, собственно, ее ответственность за случившееся? Она не понимает. Она и так пострадала, а тут еще ей предлагается взять на себя ответственность за развод. Она, собственно, разводиться и не собиралась. Почему она должна брать на себя ответственность? Есть женщины, которых мужья так подавляют, что их чувство вины привито уже мужем в браке. И даже когда муж уходит, он говорит, ты сама во всем виновата, ты там довела ситуацию до развода и так далее, усугубляя и без того не самую легкую ситуацию у жены. А это мы говорим о людях, в которых вообще свойственные чувства вины. Конечно, психологи любят говорить о том, что если, я не знаю, ваш муж от вас гуляет, или ваш муж нашел себе кого-то на стороне, или ваш муж себе нашел новую жену на стороне, то проблема в вас. Ну, в том смысле, что вы не давали ему чего-то, секса, тепла, комфорта. Вы с ним там скандалили, конфликтовали, сделали его жизнь в семье невыносимой, вот он нашел себе другую. Это такая тонкая грань, да, между осознанием какой-то доли правды в этих словах и вот этого чувства вины, что я как бы сама во всем виновата. Ну, вообще, честно говоря, когда такая ситуация происходит, или муж от кого-то уходит, или жена к кому-то идет, то, конечно, надо предполагать, что вторая половина какую-то долю участия несет в этой ситуации. Действительно, кто-то кому-то чего-то не додает. Это правда. Кому-то не хватает сексуальной раскрепощенности, кому-то не хватает понимания, кому-то не хватает тепла, душевности и чего-нибудь в этом духе. Какая-то причина есть. Так как в России люди вообще не очень склонны проговаривать свои проблемы, что в постели, что в быту, и многие люди копят как бы свои обиды, свое недовольство, свое непонимание ситуации и так далее. А это все приводит к некому взрыву, скажем, у другого супруга, который вот заключается в самом разводе. Как я уже сказал, наверное, самая большая проблема, это когда вы вообще не того выбрали. То есть с другим человеком у вас, может быть, не сложилась такая ситуация. Вы бы не конфликтовали, вы прекрасно себя чувствовали вместе, жили бы душа в душе и так далее. Но этого не произошло. И вот тут доля ответственности заключается в том, что надо просто осознать ту самую ошибку, которую вы сделали тогда, когда вы согласились выйти замуж или сделали предложение женитьбы. Что было не так? Почему так произошло, что вы жили не с тем человеком? А я вам хочу сказать, друзья, что когда все разводятся, практически все говорят, что это было не то. И вот эти знаменитые заявления, эти я никогда не любила, ну и что мыть в этом духе, это вот сплошь и рядом. Во время развода можно услышать, но человек, которого вы сегодня ненавидите, вчера был вашим собственным выбором. Это надо осознать, почему ты его выбрал. Что-то в нем нашел или что-то в нем не увидел, что привело к тому, к чему привело. Я не могу все время в режиме монолога, я буду периодически читать ваше сообщение. Галя пишет, сама не разводилась, но рассталась после года проживания. Кто сказал, что это трагедия? Я только была рада, он был что-то вроде синей бороды, но в этом и моя вина, вот прямо я хотел за счет него решить свои проблемы, точнее за счет его денег. Теперь я более осмотрительна. Галя, дорогая, вы в каком смысле более осмотрительна? Вы хотите взять денег, а что вам за это ничего не было, чтобы не было синей бороды? Вот объясните мне, или еще раз напишите, или позвоните, чтобы я понял, в каком смысле вы были осмотрители. Но вам спасибо за сообщение, потому что я сказал о том, что брак не способ решения своих проблем, я все время об этом рассказываю, но не до всех, видимо, это так доходит быстро. Не надо пытаться решить свои проблемы за счет брака, потому что всему есть своя цена. Решая одни проблемы, ну, например, за счет мужа, вы получаете такие проблемы от мужа, от которых вам не снились, потому что если человек что-то оплачивает, он за те деньги, которые платят, хочет что-то получить, а вы к этому, может, оказаться и не готовы. Все люди, независимо от того, нужны им деньги или не нужны, хотят все-таки, чтобы с ними считались, хотят равноправных отношений, хотят, чтобы их любили, и, кстати, чтобы их уважали. Но если вы пытаетесь решить свои проблемы материальные в браке, то вы как минимум подписываетесь на то, что вас точно не должны уважать, то же не за что, потому что муж, какой бы он ни был идиот, он все равно рано или поздно начинает осознавать, что сам он вообще как человек малоинтересен, интересны его деньги. И гнев, который он испытывает по отношению к себе, что он на это повелся, перекинется рано или поздно, Галя, на вас. И вы будете виноваты в том, что там ему плохо с вами. Потому что человека трудно признать, что за него вышли замуж и за денег. Я думаю, ни один миллионер в этой стране не хотел бы так о себе думать. Все хотят думать, чтобы о большой любви. Теперь вы пишете, это и моя вина. Галя, не надо говорить о вине, надо говорить об ответственности. Ваш брак – это ваша ответственность. Вы вышли за него замуж, вы взяли на себя ответственность. Вы с этой ответственностью не справились. Я не знаю, почему. Вы не знали вашего мужа. Вы думали, он белая борода, он синяя борода оказался, или еще какая-то, или он деньги давать перестал. Я не знаю. Но это ваша ответственность, потому что это ваш выбор. Илья из Катеринбурга пишет, а по-моему, институт брака, как таковая, уже утратил свою значимость и необходимость, как мне кажется. Но вы знаете, Илья, он может и утратил, но браки продолжаются. Не могу сказать, что ЗАГСы переполнены, но там очереди есть. И женщины, естественно, в первую очередь, и мужчины во вторую, продолжают стремиться к браку. Почему это надо у них спросить? Но это как бы ситуация, сколько бы о ней не говорили, что она там загнивает, как Запад, она продолжает существовать. Поэтому будем считать, что вам кажется. Хотя я с вами согласен в том смысле, что в браке столько проблем, что иногда они перевешивают саму ценность брака. Но опять, друзья мои, это не всех касается. Есть люди, которые, ну, просто вот специально созданы для брака, и у них нет в браке никаких проблем. А у других есть. Отсюда, собственно, такое количество разводов. А Галина же продолжает спрашивать, Михаил, а чувство вины бывает, что обостряется с возрастом? Ну, давайте так рассуждать, Галина. Если вы в молодости проблему не решаете, вы с этой неудачей не справились и тянете эту проблему за собой, то чувство вины даже не со самого возраста обостряется из-за того, что это уже хронический характер приобретает эта проблема. Но в классической ситуации откуда, например, чувство вины в браке? На первом месте это могут быть дети. Предположим, отец, который не удержал семью и в его понимании лишил детей своего присутствия в их жизни, а у него там другая семья, и у него времени нет, и он как-то хаотично, эпизодически общается с детьми, может с возрастом, особенно когда он начинает уже быть в пожилом возрасте, нуждаться сам в детях, испытывать чувство вины по отношению к детям, что вот детство, так сказать, прошло без него. Ну, например, да. Или мать, которая подставляла своих детей, живя, я не знаю, с агрессивным мужем, который обижал ее и детей, и дети выросли несчастные, и она им сначала объясняла, что она из-за них все это терпела, а теперь она же тоже стала человеком, так сказать, в возрасте, а дети стали взрослые, теперь проблемы у них в семьях, и она, может быть, даже не до конца понимая, что она сделала не так, может испытывать чувство вины, так сказать, их выпишет и Галя более обостренная, но потому что невозможно разрулить эту ситуацию, это уже произошло, и она не сделала то, что она должна была сделать. Кстати, раз мы об этом заговорили, не надо терпеть ничего, прикрываясь с детьми. От этого дети страдают тоже. Алла из Тульской области. Оба раза выходила замуж, уступив напор, и думала, как-то же люди живут? Нет, не могу. Алла, вот вам бы осознать, почему вы так падки на напор, почему вы выходите замуж, уступая, это вообще что за бред такой? Вас же не насилуют, что вы уступали напору, это же считается, что вы сами хотите этого, получаясь, что этого не хотите, но если на вас напереть, как вы пишете, то вы все что угодно подпишите. Странно. Михаил, доброй ночи, только что развелся любимый брат, ему 31, ей 29, детей нет. Причины его ревны с друзьями юности, которые для нее на первом месте, а на него вечно нет времени. Это все-таки шаг отчаяния или серьезный повод? Это повод может быть в том случае, Алла, если ваш брат действительно был дискриминирован своей женой, и он был для нее на втором месте. Но я не исключаю, что так как он вообще находится во власти ревности, то все, что вы здесь о нем пишете, это плод его ревностного воображения, что для него там было первое место, он его просто не увидел, потому что из-за того, что он ревнивый, ему всегда казалось, что его чем-то обделяет. Так как одна из главных природ, природы, как это по-русски сказать, но на первом месте по причине, то есть причины ревности, это неуверенность в себя. И люди неуверенные, они вообще считают, что их обделяют, что им уделяют мало внимания, что их недолюбливают, что других любят больше, с другими проводят больше времени, ну и так далее. То это, конечно, обостряет состояние ревности, искажает реальную картину и может привести к тому, чему привело вашего брата. Я не могу заочно рассказать, что на самом деле правда, а что нет. И еще, смотрите, в чем здесь доля ответственности вашего брата, который, как все мы, конечно, предпочитает винить свою жену, а он как бы жертва ситуации. Дело в том, что до брака брат, наверное, чувствовал, уделяет ему его будущая жена время, или она не в его пользу делит это время между ним и своими друзьями. Он мог определиться и тогда, и он мог решить до брака, как ему в этой ситуации поступить. По какой-то причине, если его это даже до брака не устраивало, он все-таки это сделал. Вообще, друзья мои, я тут, наверное, к женщинам даже в большей степени хочу обратиться. Вы знаете, как говорится, после драки кулаками не машет. Если вы, что называется, подписались на какие-то условия, то это уже данность. Это вы на них согласились. Брак, как к нему не относись, это некие договорные отношения. И так хочется сказать многим. Друзья мои, вы ведь узнали, на что вы шли. И не делайте такое удивленное лицо, потому что это было очевидно, и это было проговорено еще до того, как вы поставили свою подпись в ЗАГСе. Просто, когда вы получили то, что вы хотели, вы вдруг спрашиваете, и что я это должна терпеть, но вы должны были догадываться, и вы, в принципе, это было и до брака, что так и будет дальше. И прощаюсь с вами до воскресенья, 12 ночи, и пока вам.